приветствую друзья я виталий портников президент франции эммануэль макрон лишился абсолютного большинства в парламенте страны то большинство которое возникло после его первой победы на выборах главы государства и было поистине триумфальным теперь стало просто первым результатом по количеству голосов отданных за кандидатов от блока макрона на выборах в национальное собрание и теперь для того чтобы новое правительство которое сформируется по итогам этих выборов могло решать какие-либо проблемы а президент защищать предложенные им законы эммануэль макрону придется обращаться за помощью к представителям других политических сил прежде всего к представителям правоцентристов которые хоть и потеснились в новом национальном собрании но все еще имеет внушительную фракцию которая способна вместе со сторонниками действующего президента франции составить большинство однако суть этих выборов вовсе не в том что макрону не удалось получить того абсолютного большинства на выборах национальное собрание на которое он рассчитывал главное это успех ультралевых и ультраправых тех самых политических сил представители которых составили внушительную конкуренцию действующую президенту на последних выборах главы государства а теперь и смогли провести своих кандидатов национальное собрание завершились те времена когда мы говорили что марин ле пен хоть и торжествует на президентских выборах и неизменно получает второе место а вот создать серьезную парламентскую фракцию благодаря особенностям избирательной системы во франции у ультраправых никак не получается оказалось что дело было вовсе не в особенностях системы голосования а в том что французские избиратели не отдавали свои голоса за сторонников марин ле пен а теперь отдать фракция ультраправых в национальном собрании франции увеличится в 10 раз и если в предыдущем парламенте уходящим этой фракции вообще не было было лишь несколько депутатов от сторонников ле пен то теперь у нее действительно серьезный успех но даже этот успех не сравним с успехом ультралевых по главе с меланшоном политический проект которого можно считать даже не популистским а популистским в кубе и оба политик и жан-люк меланшон и марин ле пен относятся к тем кто всегда хотел услышать и понять российского президента владимира путина вот не сохранить лицо ему как об этом говорил перед парламентским выбором во франции сам эммануэль макрон а именно услышать и понять меланшона можно было увидеть в первых рядах в москве на пропагандистской акции бессмертный полк которая всегда была триумфом путинского победобесия можно сказать сверкой часов для лояльных кремлю политик но меланшона можно вполне назвать полезным идиотом путина а вот мари ле пен она вовсе не полезная идет эммануэль макрон абсолютно точно напомнил лидеру французских ультраправых что ее банкир владимир путин марин ли пен заинтересована была прежде всего в финансирование из москвы и очевидно что это финансирование еще и связано с тем что лидер французских ультраправых просто понимает тот образ европы который кажется вполне исчерпывающим самому владимиру путин тот образ европы который защищает крем тут необходимо понять одну очень простую вещь что вся ситуация с войной которая развязана россии против украины до конца не отрезвило не только западную политику она еще и не отрезвило как и следовало собственно было ожидать западного обывателя потому что когда в твоей собственной стране не рвутся бомбы не летают ракеты ты естественно можешь думать прежде всего о социальных последствиях войны о том что реально происходит в твоей собственной жизни они в жизни тех людей которые вынуждены бежать из родных домов или тех людей которые гибнут на фронте противостоя армии пытающиеся оккупировать их стран и вот именно на нежелание огромного количества европейцев понять какими могут быть последствия успеха владимира путина в украине и будут спекулировать представители тех самых политических сил на которой путин и делает ставку успешное выставление выступления французских ультралевых и ультраправых это только первая ласточка который еще не делает путинской весны но можно сказать что если российскому президенту удастся добиться своего и спровоцировать в мире глобальный голод то путинская политическая весна будет не за горами и во многих европейских странах и кстати не только европейских но и в северной америке будут торжествовать политики которые станут утверждать что нужно выслушать российского президента что у него есть исторические предпосылки для нападения на украину что нужно понять его тревоги по поводу безопасности россии в общем будет повторять всю ту самую беспардонную путинскую демагогию которая уже стала платформой для человека ненавистнических действий российского политического руководства будут повторять потому что будут хотеть все вновь получать российскую нефтегаз потому что вновь будут стремиться получать финансирование из российских банков потому что будут хотеть восстановить российские экономические возможности не ради благополучия тех, кто за них будет голосовать, а ради собственного благополучия. Потому что за любым полезным идиотом всегда кроется реальный политический и финансовый интерес. Идиот, он же сумасшедший не в вашу пользу, а всегда в свою. Такова, я бы сказал, отметина любого политического идиотизма. А Мануэлю Макрону сейчас будет гораздо труднее работать с новым французским парламентом. Но он может быть не первым западным лидером из тех, кто поддержал Украину в ее непростом противостоянии с российской политической кликой. Кому станет намного труднее в ближайшие месяцы и годы. Ухудшение экономической ситуации в западных странах, вне всякого сомнения, приведет к успеху на президентских и парламентских выборах. Прежде всего представители тех сил, которые будут уверять, что дальнейшая конфронтация с Кремлем не имеет никакого смысла. И что нужно договариваться, а лучше на тех условиях, которые предлагает сам Путин. И да, конечно, во время своих предвыборных кампаний эти люди будут прежде всего напирать на социальные проблемы соотечественников. Путин будет отнюдь не первой темой в их заявлениях на митингах и в их первых речах в парламентах. Но он будет скрываться за каждой их предвыборной речью и за каждым их предвыборным роликом. За каждым заявлением о том, что вы же понимаете, почему мы, американцы или европейцы, стали хуже жить. А потому что вместо того, чтобы заниматься своими проблемами, начали заниматься чужими, украинскими. Не поняли, чего на самом деле хочет от нас Российская Федерация, с которой нас все равно связывает общий континент. И вот эта демагогия позволит построить Европу, основанную на лжи и бесправии. Европу, которая может стать примером неудачи, а не примером успеха. Именно такая Европа нужна Владимиру Путину. И именно такая Европа нужна Марин Лепен. И именно такая Европа это катастрофа для украинского народа. Ну не только для украинского. Для французского тоже катастрофа. И это нужно понять, как говорится, уже сейчас. Пока еще нет такой очевидной опасности, полного успеха и триумфа путинистов и полезных идиотов Путина на Западе. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь функцией спонсорства на самом Ютубе. Мир вам!